Уже зараз нами на связи Миколай Саламаха, подполковник запаса украинской армии. Витаем вас, подар Миколай. Доброго вам вечера. Генеральный штаб Украины поведомляя про новость поспех украинской армии относно таких населенных пунктов, как Ерпень, Гастомель, Буча. Там есть информация про то, что взяли уколы российские войски. Что вам, подар Миколай, вядомо про эту операцию? Значит, звуки боя раздаются, и слышна работа артиллерийских систем и со стороны врага, и с нашей стороны. Ну и общаясь со своими сослуживцами, я понимаю, что там идет зачистка территории, той, которая постепенно переходит под контроль вооруженных сил Украины. Вельми неспокойно таксама у Изюме, у Чарнигове. Там взорвали гэты мост, праз, які люди могли эвакуацца у Киев. Ведовочно, что все ж таки российцы вырошили брать на храпам, як и Мариуполь, створить гуманитарную катастрофу. Цегэта значыць, что план по захопу Киева проваливаюцца, и российцы просто спробуюць узять областные городы, які так цей инакшевось знаходяться на шляху до столицы украинской. Значит, в генеральном штабе вооруженных сил России довольно сильные операторы и довольно сильные генералы, которые имеют военное образование и опыт ведения боевых действий. И они понимают, что штурмовать той численностью вооруженных сил, которые находятся под их командованием, при том состоянии техники, вооружения, при том состоянии логистики, это самоубийство, это смерти подобно. Время работает на нас. И поэтому принято решение добиваться максимального разрушения гражданской инфраструктуры путем ведения сокрушительного огня, как при помощи ракетных обстрелов, так и при помощи крылатых ракет, а также реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем большого калибра. Для того, чтобы вынуждать украинскую сторону идти на максимальные уступки на предстоящих переговорах. Только такое решение, наверное, приведет к тому, что украинское общество сплотится настолько, что уже будет требовать от руководства Украины не идти абсолютно никакие уступки. И наше общество будет требовать тотального уничтожения врага как на территории Украины, так и потом тотального уничтожения экономики России через международные суды и доведения России до распада. Николай, насколько вам вероятна, кажется, тактика российских войск, что они будут окружать украинские города, так как это произошло с Мариуполем, как это происходит сейчас с Черниговым, брать в кольцо, не выпускать мирных жителей и давить психологически, в том числе, вот этими людскими трагедиями, которые там происходят, гуманитарными катастрофами, добиваясь чего-то на переговорах. Насколько это реальная тактика, по вашему мнению? Это реальная тактика. И пример Мариуполя – это очень яркий пример. Ведь, посмотрите, насильственная эвакуация жителей из Мариуполя в Россию, когда идет, во-первых, обман, когда говорят, что мы вас отправим туда, куда вы пожелаете, а потом изымают телефоны, изымают украинские документы и увозят на территорию Российской Федерации. Это один яркий пример. И второй очень яркий пример – это расстрелы тех коридоров, которые объявлены на территории Украины. Господа Миколай, российские пропагандисты поведомляют, что у двух селах Белгородской области Россию ввели режим надзвучайного остановища за выбуху снараду, який небыто прилетел сбоку Украины. Так само есть потерпелые, заявляют СМИ со спасылкой на мясцовые улады. Як бы вы это прокомментовали? Это рязанский сахар. Это взрывы домов, когда стал вопрос о политическом обосновании войны россиян против Ичкерии. Российское общество, вернее то, что от него осталось, российская пропагандистская машина готовит к объявлению тотальной мобилизации, потому что военные российские прекрасно понимают, что без тотальной мобилизации они не в состоянии будут даже вывести свои войска с территории Украины. Ну, ось вылечиваяча гэтую тотальную мобилизацию. Так само с пазделой на сирийскую допамогу з боку президента Башара Аль-Асада вельми тяжко логистично уявить сабе, что тут 30 тысяч, 40 тысяч, сколько там называли такую личбу гэтых сирийских бойцов будут переправлены во Украину. Но тут наш мат простей напевно с беларусами. Якая ша можа быць допамога у российской армии з боку замежнікаў? Як вы лічыцца цих тостіна гэта пагодзіцца? Вот, только самоубіці на это пайдут. То бок, в принципе, шанса уніманьі ніяких? Абсолютно. І это начынают панімаць даже в России, потому что туда уже пашли грабы в очень большых калічыствах, і коли в гарнизоні приходят десяток, два, три, чотири, іногда-то полусотни із одній части, а це тільки части того, що потери, тому що більшія частиць все-таки остається здесь в Україні, то уже следуючі, те, кого пытається сюди отправити, вони вже починають думати, а зачем мне туди ехать, а як мне этого избежать? Неколай, не можу вас не спросити. Сьогодні российські журналисты заметили, що з екранів российського телевидення пропал міністр оборони Сергій Шойгу, що він вже 2 недели не появляється в публичному пространстві, як будто його і немає. Ми видим, що з української сторони все перші лиця, включаюся министр оборони, пістоянно взаємодіюють с медиа. На ваш взгляд, як це ісчезновення можна розсматривати? Вони дуже вспоминалися, честно говоря, початку Великої Отечественній войно 41-го року і пропажа Сталина. Може би, якесь у вас є по цьому поводу і оцінка? У мене мнение о Шойгу як о бездарному генерале, який генералом, собственно говоря, стал только із-за того, що будучи в своє время министром Министерства чрезвычайних ситуаций, сумел раздуть дуже серьезно піар і создати себе дуже хороший авторитет і в глазах общества, і в глазах Путина. Як воєнний, він ноль абсолютний. Тому є Шойгу на екранах телевізорів, немає Шойгу на екранах телевізорів. Абсолютно нет никакой разницы. Він нічого никогда не решав в вооруженных силах Російської Федерации. І зараз не решає. А почему Россія, на ваш взгляд, не забирає тела погибших воєнних з України? Це всегда так происходило во всіх предыдущих войнах? Или вот только сейчас, во время этой абсолютно позорной для России войны з Україною? Значит, давайте вспомним те же самые первую і вторую войну з Ічкериєю. Коли в Ростовській області хоронили так называемі хірургічні відходи, коли хоронили неопознанних, не трупи неопознанних солдат, і коли количество на кладбищах доходило до тисячі чоловіків. Але до сих пор ще родители тех, хто погиб в перву і во втору Чеченську війну, іщуть своїх дітей. Ну що ж, такі воєноначальники у Росії разом з верховним головнокомандуючим. Іменно Україна відкриває для російських матерей горячую лінію, на котрій вони можуть позвонити. Лінія називається «Вернісь живим із України і узнать о судьбі своїх близких, воєннослужащих, які, вероятно, оказались на території сосідній країни. Дякую вам, великі, за гэту розмову. Миколай Саламаха з нами був на Суізі, підполковник запасу української армии».